И вопрос будет связан с особенностями участия Армении в Евразийском Союзе. Тут уже было сказано и о связанности нашего пространства и транспортно-логистических цепочек. Николай Лаваевич, ну ведь Армения не имеет общей границы с Евразийским экономическим союзом, и в этом смысле особенности есть такие. С одной стороны, может быть, это и трудности дополнительные, препятствия, но с другой стороны, выходя на любую из стран Евразийского Союза, Армения имеет возможность и в транспортно-логистическом плане, и в чисто экономическом плане, производственном, выходить на более серьезные рынки. Вот видите ли вы здесь, как говорится, проблемы, или наоборот, это как некоторые даже конкурентные преимущества участия Армении в Евразийском Союзе. И еще один вопрос в связи с тем, что в последнее время наметилось, скажем так, процесс приземления многих компаний, IT-компаний в Армении. Может ли Армения в ближайшее время стать таким поставщиком IT-услуг и экспортировать эти услуги на пространство, в том числе и в Евразийского экономического союза? Ну, естественно, я хотел бы, чтобы наши уважаемые спикеры не ограничивали себя ответами на мои вопросы. У них есть наверняка и свое видение того, что нужно делать на пространстве ЕС. Пожалуйста, Николай Лавович. Спасибо за вопрос, Александр Николаевич. Прежде всего, позвольте поприветствовать уважаемых коллег, глав государств и делегаций и поприветствовать всех участников сегодняшнего форума и надеюсь, что успешное проведение форума и договоренности, достигнутые в рамках форума, послужат дальнейшему продвижению евразийской интеграции. Относительно вашего вопроса, Александр Николаевич, хочу отметить, что независимо от географического разрыва, Армения принимает активное участие во всех интеграционных процессах в ЕС. Что касается сферы услуг, действительно, услуги сегодня становятся генератором новых точек роста в развитии экономического сотрудничества стран нашего Союза. Роль данной сферы в экономике постоянно возрастает и отдельные виды услуг, как факторы производства, оказывают значительное влияние на конкурентоспособность товаров, отраслей, производства и экономик. В связи с этим важнейшей задачей евразийской интеграции является обеспечение свободы и движения услуг. Эта задача решается в том числе посредством либерализации сферы, формирования и функционирования единого рынка услуг, что, в свою очередь, расширяет возможности активизации бизнеса. Можно сказать, что уровень свободы и движения услуг являются своего рода индикатором интеграции. Развитие торговли услугами обусловлено в том числе развитием научно-технического прогресса и технологическими изменениями в области трансграничной торговли, что само по себе уже является фактором преодоления географического разрыва и актуально для Армении. В связи с этим заслуживает особого внимания развитие телекоммуникаций и информационных технологий с обеспечением равного доступа к ним. В данном контексте важным направлением сотрудничества является консолидация усилия IT-сообществ государств-членов с целью активного развития высокотехнологических секторов экономики и полноценной реализации цифровой повестки Союза. В рамках реализации цифровой повестки необходимо последовательное продвижение инициатив, направленных на углубление интеграционных процессов и получение прямой выгоды для экономик и граждан государств-членов ЕС. Как известно, технологические инновации также выгодны для предоставления услуг. Эпоха информационных и цифровых технологий повышает международную конкурентоспособность стран, и это особенно касается таких стран, как Армения, которые из-за географических и геополитических условий имеют ограниченное влияние на глобальные процессы. Информационные технологии предоставляют равные условия для всех игроков, независимо от их положения или возможностей. По этой причине правительство Армении считает сферу IT одной из основ экономического развития. В целом, технологии – это возможность осуществления прорыва в экономике, это вызов для тех, кто хочет идти в ногу с прогрессом человечества. Именно эта сфера имеет стратегическое значение для Армении, поскольку она является одной из немногих отраслей, для развития которых не нужны порты, выход к морю и богатые недра. Для этого необходим человеческий капитал, а это тот ресурс, которым Армения всегда выделялась. С этой точки зрения мы придаем большое значение также развитию навыков молодежи посредством обучения цифровым технологиям. Что касается вашего второго вопроса, Александр Николаевич, хочу отметить, что правительство Армении пытается делать все возможное, чтобы сделать нашу республику привлекательным, особенно для IT-сектора и вообще для инвестиций во всех секторах. Но вы подчеркнули именно IT, и мы сейчас замечаем, что есть некоторый приток IT-специалистов в Республику Армения, и мы понимаем контекст, и мы пытаемся делать так, чтобы создать условия, что эти движения в рамках ЕАЭС послужили именно дальнейшему развитию интеграционных процессов ЕАЭС, потому что это общий рынок, это общее пространство. И вот и в целом можно сказать, что мы тем самым показываем, что один из самых главных целей ЕАЭС достигнут, потому что вот свободное передвижение рабочей силы, товаров и услуг сейчас мы в практике воплощаем в жизнь, и я надеюсь, что это вообще станет обычным для евразийского экономического пространства, что и фактически является той целью, которая была ставлена перед организацией в момент его создания. Так что это еще очень важный нюанс для того, чтобы подчеркнуть эффективность Евразийского экономического союза. Благодарю за внимание. Спасибо, Николай Бабыльич. Конечно, хотелось бы, чтобы вот этот свободный переток услуг и производителей услуг происходил более естественным путем, а не под воздействием некоторых, скажем, неэкономических факторов. Мы понимаем все, о чем идет речь, но, тем не менее, как говорится, приходится действительно признать, что это стимулирует реализацию тех свобод, которые заложены в основу нашего Евразийского экономического союза, то, что действует принцип «нет хода без добра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова